Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы продолжаем изучать книгу великого, великого раввина Хафицхайма, которая называется «Шмират Лашон. Сохранение языка». Хафицхайм, а звали его по-настоящему «Рабейну Исройль Мэр Ариезейф». Резейф, такое у него было длинное имя. Хорошо, значит, вся эта книга посвящена законам злоязычия и сплетничества. И даже есть пыль от них, законам пыли от них, потому что, по мнению многих мудрецов, включая автора этой книги, грех злоязычия и сплетничества, он включает в себя по факту не один грех, а 31 нарушение Торы, то есть 17 запретов и 14 повелевающих заповедей нарушает человек, который говорит злоязычие. И после этого удивляется, что в жизни у него что-то не складывается. Поэтому нужно очень сильно быть в этом деле осторожным, и мы изучаем, насколько осторожным надо быть. Мы изучили уже 17 запретов, и сейчас мы перешли на повелевающие заповеди, которые нарушают человек, который говорит злоязычие. Итак, значит, кроме того, что нарушается заповедь «Возлюби ближнего, как себя», кроме того, что нарушается заповедь, значит... Какая еще нарушается заповедь? Нарушается заповедь «Мире», «Что сделал Бог мирем». Кроме этого, нарушается еще заповедь, которая называется... Что очень часто, или не очень часто, иногда, иногда... Когда один человек говорит про другого лошон-разлоязычия, он нарушает заповедь «Живи вместе с твоим братом» и поддерживая как своего брата, да? Что это значит? Когда, например, один про другого рассказывает какую-то информацию, которая может его лишить заработка и пропитания. То есть, он его, получается, лишает заработка, он не выполняет повелевающую заповедь, поддерживая своего брата. Интересно, что многие неевреи думают, что евреи очень дружные. То есть, они прямо уверены, что евреи друг другу помогают, а не уверены, что евреи прямо дружат друг с другом и так далее. Но самая большая проблема у евреев, это именно вот эта беспричинная ненависть друг к другу, которая выражается в злоязычии и в сплетничестве, и в... И... Вот недавно была история одна, да? Один мой знакомый, один мой знакомый, он хотел заработать. Еврей, хороший парень. Хороший парень, значит, хотел он заработать. Придумал одну схему. То есть, он не религиозный, он не знает хорошо заповеди. И он подумал, что... Например, вот возьмем такую вещь. Государство может продавать и покупать оружие? Может. А он подумал, а я почему не могу покупать и продавать оружие? Такая у него логика была. Например, о этой речи идет сейчас не про оружие. Это я просто привожу пример. Лодики иногда человек, когда он думает, смотрите, почему, например, государство может взять и продать другому государству там пистолеты, бомбы, даже если знает, что то государство будет этими пистолетами и бомбами убивать других людей. А человек не может. Вот у него была примерно такая логика. Она неправильная, потому что есть закон государства, который надо соблюдать. Но он подумал по-своему, что закон государства для него неважный. Я сейчас рассказываю, как работает в злоязычии нарушение заповеди. Нарушение заповеди, значит, поддерживая своего брата, чтобы он не лишился пропитания. И как иногда бывает, что за счет злоязычия, значит, человек теряет пропитание. Он, в общем, начал чем-то таким торговать незаконным. Незаконным. И, то есть, он как считал, что, ну, хорошо, люди закон придумали. Это же люди придумали. Сами же они делают. В общем, он начал торговать незаконным. И, а что такое вообще торговать? Любая продажа, любая продажа, если человек ее покупает за деньги, то, по идее, по идее, да, тот, кто продает, он приносит пользу тому, кто покупает. То есть, и человек себе может объяснить, а что, я ничего плохого не делаю, я там продаю кому-то наркотики. Ну, ему же надо. Он же, типа, хочет удовольствие получить. Он мне деньги дал. Он доволен. Почему мне нельзя? Это так думают многие люди. Преступните. Теперь, значит, этот парень начал продавать что-то незаконное. А другой еврей, тоже еврей, он на это смотрит и говорит, ах, какой он плохой человек. Причем, что интересно, тот, кто про него настучал в милицию и в органы, еврей, который тоже занимается незаконными операциями, и получается, что он это сделал не потому, что он за закон, а потому, что он ненавидел того, который нарушил. Это было вот чистое злоязычие и сплетничество в чистом виде. Тот парень, он лишился и денег, и свободы, и так далее. Это страшная вещь. То есть, теперь, ну, как вы думаете, тот, кто про него сказал, тот, кто про него сказал злоязычие, он что, что-то выиграл с этого? Он ничего с этого не выиграл, потому что тот, когда выйдет из тюрьмы, он же ему отомстит. Он, может, ему из тюрьмы прямо отомстит. То есть, понимаете, какая вещь? Что когда человек вообще производит зло, он должен знать, что первым делом то зло, которое человек производит, даже если это словесное зло, даже если это мысленное зло, но это зло первым делом, оно к нему же самому и прилипнет. Оно же от него никуда не денется. Понятная идея? Значит, тот, кто говорит злоязычие или сплетни про другого, должен знать, что он еще в некоторых случаях нарушает, что он может второго человека лишить пропитания, лишить его денег. И это еще одна на него проблемка, которая ему потом вернется от Всевышнего. Потому что, когда ты нарушаешь заповеди Всевышнего, то что? Надо ждать отдачи. Следующий запрет, который нарушает тот, кто говорит Лашонара, также говорит Кафецкайм иногда, он нарушает, когда слушает Лашонара, когда он слушает злоязычие, он нарушает запрет, который звучит, не запрет, а повеление, которое звучит так. Повеление звучит Охиях Тухиях Эд Хавереха. Ухех, тухех, это увещевай, увещевай своего ближнего. Вот тут это просто минное поле. Вот я вам говорю, это очень тяжелая ситуация. Вот приходит к вам, например, человек, да? И говорит, знаешь что, Сеня, я сейчас тебе расскажу такую историю, что ты просто сейчас прозреешь, ты прозреешь сейчас. Сеня говорит, ну давай, я сейчас прозрею, давай расскажи. Тот ему говорит, я тебе хочу сейчас рассказать историю про Сёму. Сёма, он такой человек, он только думает, что он там умный, а по факту он же не умный. Теперь если Сеня продолжает слушать про Сёму в этот момент, а не сказал сразу, слушай, не надо мне рассказывать гадости про Сёму, какая мне разница, мне же Сёмой детей не крестить. Сёма для меня, он просто мой знакомый. Зачем тебе надо это? То есть ты сейчас можешь сказать злоязычие на Сёму, я его услышу. Это потом он узнает, потом он обидится на тебя, на меня. Зачем нам вот это нужно все это, это называется увещевать его. Теперь, ну где эта грань? Если я сейчас ему скажу, что не надо этого говорить, там и так далее, он же тоже может на меня обидеться. Он же тоже может на меня обидеться и сказать, ааа, значит, ты такой... То есть вот эта вот заповедь увещевания, она очень легко переходит в оскорбление. То есть хотел увещевать, а получилось, что оскорбил, обидел, поругался и поскандалил. Поэтому написано во всех современных книгах, что заповедь увещевания сегодня, она очень сложная и очень надо быть в ней тысячу раз осторожным, сказать человеку увещевание или нет. Но слушать-то нельзя, слушать-то точно нельзя. Поэтому если ты слушаешь лошонора, то ты не выполнил повелевающую заповедь увещевать. Что делать? Я во всех сложных случаях убегаю, вообще убегаю. То есть в сложный случай ты не знаешь, есть общий закон, я вам сейчас расскажу общий закон, который звучит так. Если ты сомневаешься, вот есть ситуация, когда ты сомневаешься, вдруг я сейчас нарушу запрет Торы, вдруг я сейчас нарушу запрет Всевышнего или там повеление не сделаю, так во всех случаях сомнения нужно устрожиться. Например, если ты сомневаешься или сейчас будет какое-то твое нарушение, лучше убежать и все. Понятно? Значит, ну еще раз запомним давайте, что когда ты слушаешь лошонора и не увещеваешь того, кто его говорит, ты нарушаешь заповедь увещевать. То есть есть повелевающая заповедь увещевать. Сократ. Значит, Сократ не узнал, вот пишет Виталий Амельчук, что его жена изменяет с лучшим другом. Сократ вообще много чего не узнал, наверное, но все, что мы знаем о Сократе, это тоже из чужих слов. То есть Сократа лично никто из нас не видел, а то, что про него понаписывали следующие поколения, ученики его, они, может быть, его там приукрашали, а вроде его, его наверняка приуменьшали. То есть надо понимать, что когда мы слушаем про людей прошлых поколений, то мы слушаем историю, которую перерассказали, пересказали, пересказали, и каждый, кто рассказывает историю, у него есть его личная, личная, нытия это, наверное, называется, какая-то личная, как сказать, заинтересованность. То есть историки, они же все, каждый двигает какую-то свою идею, ну и так далее. Поэтому вот этот есть сейчас известный историк, который гомосексуалист такой, да, гомосексуалист израильский, не помню, Ной Харари, да, Ной Харари. Так, понятное дело, что он будет всеми силами описывать, что Бога нет, потому что если Бог есть, и если Тора истина, так у него проблема. Он думает, не, а зачем мне нужна проблема вообще с Богом? Лучше я скажу, что Бога нет, и все. Понятно, да, идея? То есть любой историк всегда спроси, в чем он заинтересован. Человеком же двигает по жизни его рацион, желание. То есть у каждого человека есть желание. Я когда дочку учил одному из важных законов коммуникации, то я всегда ей говорил, что вот когда ты с человеком разговариваешь, у тебя внутри должен звучать как бы вопрос, что ты хочешь, да, что ты хочешь. Нужно понять, что он хочет. Он тебе добра хочет, или он тебе хочет зла. Он тебя хочет обидеть, или он тебе хочет наоборот. То есть каждый человек, каждый человек, он движим каким-то внутренним намерением и рационом. Я надеюсь, что все, которые пришли сейчас на урок, и я, например, да, у нас есть желание, желание служить Всевышнему, понять, что Бог хочет, разобраться, как работает духовный мир, разобраться, как правильно заниматься духовной работой, приближаясь к Всевышнему и делая добро. То есть главное это намерение. Когда человек задает какой-то вопрос, тоже за каждым вопросом стоит намерение. Вот сейчас мы приближаемся к Песоху, и в Песох там есть в пасхальной Агаде ночью, есть четыре сына, которые задают, четыре сына разных. Есть сын злодей, он говорит, а что это у вас за работа такая, кому это надо, там и так далее. И каждый из них задает вопрос с разным намерением. Понятно, да? То есть очень важно смотреть вот в этот корень. И поэтому, сейчас я вернусь, почему я это начал рассказывать. Когда человек увещевает, тут надо понять, что он хочет. Или он хочет действительно помочь второму и исправить, помочь ему исправиться и получить добро. Или он хочет его лично обидеть. Вот тут грань очень маленькая, очень маленькая грань. У меня, я учился у Равицка Казильбера, и он всегда, он увещевал людей. Так, он, значит, он как делал это? Он так мягко это делал, вы знаете, извините. И иногда он, у него был такой метод, был такой метод. Вот, например, какой-то человек делал какую-то ошибку. Он ему не говорил, что ты делал ошибку. Он говорил, а вот давайте посмотрим, что написано в шелхонорухе. Давайте посмотрим. И он читал, что-то написано в шелхонорухе, а вот написано так-то, так-то и так-то. И человек сам понимал, что он сделал ошибку. Он не говорил ему, что ты сделал ошибку. То есть он не увещевал, вот как ты мог, там, как тебе не стыдно. Он говорил, ох, интересно, написано так и так. Так, человек, блин, я же ошибся, как же я наружил, а? Понятно. Дальше. Дальше говорит нам в седьмом пункте, говорит, сейчас секундочку, а, в шестом пункте, подожди, до шестого. В шестом пункте говорит Хавицкая нам следующая еще вещь. Когда человек идет в компанию, в которой говорят лошонара. Есть такие компании, вот сядешь в эту компанию и все, и поехала, всем кости перемывают, все плохие, эти плохие, эти плохие, а ты знаешь, и каждый старается ужаса нагнать. Знаете, есть такие компании, которые ужас и насмешничество. Вот недавно у меня было, то есть люди конкретно насмехаются друг над другом, как друзья, знаете, друзья в кавычках, и насмехаются над всеми, над тем можно понасмехаться. Теперь, когда человек идет в эту компанию, в которой говорят злоязычие и сплетни, он также нарушает повелевающую заповедь в Торе, которая звучит так. В Торе заповедь Убо Титбак, прилепись к Богу. И говорят мудрецы в Талмуде в трактате Ктубот, а как можно к Богу прилепиться? Машер Абейну Моисей спрашивал у Всевышнего, я хочу увидеть тебя. Всевышний говорит, не может человек увидеть меня и остаться в живых. То есть, как можно увидеть Всевышнего, который создатель мироздания, который всему мирозданию дает энергию и жизнь? Как можно его увидеть? Это известно, когда, вот запомните этот пример, для меня он самый-самый такой любимый пример. Как-то один римский, римский, не император, это было в Израиле, римский наместник, да, такой влиятельный человек, он разговаривал с одним раввином, с Раби Ативой. И он говорит Раби Ативе, вот скажи мне, вот вы, евреи, верите в Бога, создателя мироздания, в Творца, который открылся на горе Сина и дал вам Тору. Значит, вы верите в такого Бога? Да, верим. А как вы в него можете верить, если он непостижимый, если его, ну, невозможно постигнуть? Раби Атива говорит, но он тогда открылся, и весь евреиский народ слышал на горе Синай, слышал на горе Синай, когда сказал Бог, я Бог Твой, который вывел тебя из земли египетской, и второе он сказал, не будет у тебя других богов. А дальше уже, дальше получал Тору Машер Абейну. Теперь, значит, этот римский человек этот и говорит, а знаешь, говорит, если бы я Бога увидел, если бы я Бога увидел, я бы тогда в Него бы тоже поверил. Если бы Бог для меня открылся, то я бы в Него тоже бы поверил. Раби Атива ему говорит, приходи завтра в 12 дня, я тебе Бога покажу. Тот говорит, о, отлично, значит, приходят, они встречаются в 12 дня, Израиль, лето, солнце в зените, прям солнце слепящее такое. Раби Атива говорит, вот смотри в центр солнца 10 минут, и через 10 минут ты увидишь Всевышнего. Тот ему говорит, послушай, я не могу смотреть в центр солнца, я слепну, я 10 секунд не могу смотреть. Как я 10 минут буду смотреть в центр солнца? Раби Атива ему говорит, вот видишь, ты даже в солнце не можешь посмотреть, которая маленькая звездочка, песчинка во вселенной, которую создал Всевышний. Как ты хочешь Всевышнего увидеть? Теперь, но в Торе Бог сказал, и прилепитесь к Богу. Что значит прилепитесь к Богу? Всего нельзя к Нему прилепиться, сгоришь. И мудрецы в Ктуботе объясняют, это значит ли дабек бехахмей Тора, улитал медим бешеватам беколь офен. В общем, переводится это так. Есть люди, которые прилеплены к Богу. Есть люди, которые, мудрецы Торы, цадите, праведники, которые все свое время и силы тратят... Есть заповедь прилепиться к Богу. И прилепиться к Богу, это значит прилепиться к тем людям, которые прилеплены к Богу. То есть к мудрецам, к праведникам, к тем, которые находятся своей мыслью, намерением, эмоциями и действиями постоянно с Богом. И когда ты с этими людьми общаешься, у тебя вчера встречался с одним раввином, который прямо из тех, кого я знаю, он самый цадик, да? Один из самых, вот, действительно, людей праведных, которые от всего сердца стараются полностью, полностью выполнять волю Всевышнего. И я с ним вчера пообщался, там, час, и у меня прям, я ему говорю, вы знаете, у меня как будто бы... Ну, вот такое наступает, как просветление, да? То есть ты через него прилепляешься ко Всевышнему. То есть ты, общаясь с человеком, который находится на контакте со Всевышним, выполняешь, с кем поведешься, от того и наберешься. И ты с ним настраиваешься на одну волну. То есть если ты... Поэтому, вот, давайте еще вернемся. Когда человек находится в компании, в компании, значит, всяких таких насмешников, сплетников и лошанорщиков, да, злоязычников, то он этим самым не выполняет заповедь прилепиться к мудрецам Торы. То есть ты не можешь быть одновременно сидеть на двух стульях. Поэтому тот, кто говорит лошанора и слушает лошанора, он не выполняет еще одну повелевающую заповедь и заповеди Торы прилепиться к мудрецам. Вот. Поэтому, как мы можем прилепиться к мудрецам, мы можем смотреть на сегодняшний день, к сожалению, только в Ютьюбе. Мудрецам нужно находить, где возможно, и стараться с ними общаться, наблюдать за ними, значит, кушать с ними, вести с ними бизнес. По Торе, например, очень большая заповедь, и так было всегда, выдать дочку за мудреца Торы замуж и помочь ему, чтобы он продолжал изучать Тору, обеспечить их жизнь. Очень большая, огромная заповедь, жениться на дочке Талмитха Хама, мудреца Торы, если это возможно, и через это с ним войти в родственные связи. Можно дать ему, например, было так принято, всегда богатые евреи давали большим раввинам. Вот я знаю, что в последние поколения самые известные гениальные раввины, они очень часто, то есть вот даже сейчас в нашем поколении, самые такие вот богатые и умные евреи, они обязательно содержат какую-то ешиву, в которой раввин такой есть, цадик, праведник, в которой сидят ученики, учат Тору, то есть это самая высшая точка, которая в этом мире, ты можешь соединиться с Богом, соединяясь с мудрецами Торы, с праведниками, и с теми, кто посвятил свою жизнь служению Всевышнему. Все, дорогие друзья, на этом мы сегодня заканчиваем, до завтра, завтра с Божьей помощью встречаемся в 10 утра, всем счастливо.